Всем здорово, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile проходить фатальную безумную башню. В прошлый раз у нас был не очень удачный трайк. Как видите, мы теснили здоровье только Sony, и Саб-Зир у нас просто всех изнасиловал со своей грёбанной погодной войной. Но я надеюсь, что следующие трои пойдут лучше. Я почти уверен, что у меня за два троя не получится пройти, но хотя бы я надеюсь, что за второй трой я смогу снести... Ну, давайте, скажем, вынести Sony, во-первых. А во-вторых, снять хотя бы второму персонажу пол-ХП. Желательно Саб-Зиро снять пол-ХП, но, опять же, пойдёт завис... Это всё будет в зависимости от того, насколько нам повезёт. Так, отрубаем автобитву. Ну и поехали. Ну, конечно же, блин, а... Как его сказать? На Бруссилу никогда не бывает на Скорпионе в начале матча. Сколько... Как я мог уже убедиться в этом. Блин, только не меняйся вот сейчас. Дай мне тебя ещё немножко подамажить. Так, ну и мы можем её... Блин! Дурацкий терминатор, он спас её. Я даже её не добил. Ну, может быть, он ещё сменится на неё? Да, господи! У тебя, может быть, пробой блока чё по тебе или как? Он ещё и увечья на меня наложил. Офигеть! Ваншот! Просто ваншот вторым спецприёмом. И чё мне сейчас делать? Сейчас меня просто Саб-Зиро изнасилует. Если он сейчас начнёт спамить своими спецприёмами, я абсолютно ничего не смогу сделать. Но придётся использовать здесь первый спецприём. Причём из-за погодной войны мне нельзя меняться. Господи, Граб, ты можешь не лагать, пожалуйста? Я ещё и запрет сме... Этого... Запрет на использ... Ну да, вот начинается, короче, вот эта шляпа. У меня, конечно, набор силы идёт, но ещё и дурацкая вот эта... Ээээ... Заморозка, она мешает мне чё-либо делать. Она меня ещё истощает постепенно, как видите. Я не могу никак второй спецприём накопить. Капец, а чё так долго морозилка работает? Я нажал смениться! А почему у него приоритет? Вот я ненавижу терминатора за его приоритет на удары. Это просто дичь какая-то, да. И мне сейчас нельзя ни в коем случае меняться, у меня хотя бы набор силы идёт. Но здесь дурацкий папа на выходные, который очень сильно... Почему у меня игра сегодня так лагает? Это какая-то жесть. И из-за этого кучу ударов пропускаю, из-за того, что она меня сегодня особо подлагивает. Ну, конечно, идёт бруталити. Будем надеяться, что сейчас работает сопротивление заморозки. Да, отлично. Хоть что-то неплохо в этом плане. Но это будет один из самых неприятных боёв, чувствую я. Плохо, очень плохо. Я даже Соню не вынесу, он за всё время ни разу на неё не заменился. Почему, спрашивается, непонятно. Ну, я дам первый. Вряд ли, конечно, это было рациональным, но тем не менее. Надо было комбить и давать первый во время комбо. Я просто не заметил, что там по времени осталось достаточно мало. Очень плохо, очень плохо. Это даже не три попытки, чуваки. Это далеко не три попытки. Мне бы за пять пройти тогда в таком случае. Но это какая-то жопа, блин. Этот Саб-Зиро, этот... Даже не то, что Саб-Зиро. В этот раз не Саб-Зиро особенно бесил. В этот раз бесил как раз-таки Терминатор со своей грёбаной... Грёбанными уворотами, во-первых, да. Во-вторых, с перебиванием своими спецприёмами абсолютно любого моего действия. Он не давал смениться, использовал спецприём. Вот, по-моему, единственный персонаж, который вот не даёт смениться, не даёт использовать тебе спецприёмы. У него почему-то всегда право первого удара и право первого спецприёма. Я не знаю почему. То есть, по сути, ты хочешь смениться, но Терминатор только говорит. Нет, я использую вместо этого спецприёмы, ты не сможешь смениться. Причём он тупо заваншотал моего Скорпиона со своего второго спецприёма. Ну, сейчас я точно, я думаю, Соню Блейд убиваю. А, ну да, всё-таки работает взрыв вот этот, вот этот вот. Так, и хоть и у меня нету набора силы, но... Блин, ну почему? Почему я никак не могу в мини-игре набрать 90 плюс процентов? Чё-то сегодня я какой-то... Тупняки у меня какие-то идут, жёсткие в этом плане. Ну, конечно, бруталити, ну твою мать! Грёбаный взрыв вот этой, блин, брони, это просто жесть. Ещё и не отличил меня огонь, который на мне появился. И, конечно же, любой перс, которого, блин, я выбираю, на нём нету набора силы. Набор силы идёт именно на другом абсолютно персонаже. И мне нельзя сейчас меняться по понятным причинам. Из-за погодной войны. Так, давайте я хотя бы второй дам. Слава богу, Терминатор не спас. И опять же, я не могу меняться, иначе на мне заморозка сейчас работает. Эй! Почему он мне перебил атаку? Алё. Ну вот, кстати, на Терминатор я могу ещё меняться, как бы. А не, не могу, на мне ослепление почему-то скастовалось из-за этого. И сейчас он убивает моего Сэп-Зиро. Да, конечно, у меня не срабатывает ни костиного щита, ничего. Но хотя бы больше взрыва от Сони Блэйд не будет, хоть что-то в этом плане. Хорошо. Мне придётся бить его в папу на выходные в блок по щитам. По понятным причинам. У меня Джейд не воскреснет, потому что Сэп-Зиро умер. Ну, может, мне удастся хотя бы задома... Просто у Терминатора всегда вот... Он падает и встаёт, и у него всегда право первого удара. То есть никак невозможно перебить. Будь у тебя спецприём, не будь у тебя спецприём, он первый атакует или использует спецприём. Я не знаю, почему это так сделано, и почему это именно на Терминаторе такая шляпа. Но, блин, это бесит. Так, это уже третий трай, учитывая предыдущий был потрачен. Поэтому минимум четыре попытки у нас уходит на 160-й бой. Господи, как же у меня горит от этого боя, вы не представляете. Это просто какая-то дичь. Вот именно, меня даже не так сильно бесит Сэп-Зиро с его погодной войной, как, блин, Терминатор. Терминатор это просто жопа какая-то, защитник этот. Почему у него всегда право первого спецприёма, право первого удара, даже если я веду в этом плане. Это, блин, как-то тупо нечестно, как мне кажется. Какая-то жопа с этим боем, бесячая. Ну, мне бы за этот трайв вынести Сэп-Зиро, чтобы хотя бы за пять трайв справиться. Я надеюсь, хотя бы за пять трайв-то я смогу это пройти. Ну, конечно, вот ни разу набор силы в начале матча у меня не был на Скорпионе. Просто ни разу. Мне с этим так не везёт в этом плане. А он же сейчас начнёт спамить своими первыми спецприёмами. Он уже почти накопил силу. Ну, смотрите, пока он не спамит первыми спецприёмами, видимо, у него ещё недостаточно мало здоровья для этого. И опять набор силы, блин, заменился на Сэп-Зиро. С Джейдс Сэп-Зиро, Джейдс Сэп-Зиро. А Скорпиона как бы вообще насрать, да? Ещё и наложил на меня грёбаную морозилку. Опять Джейдс Сэп-Зиро, Джейдс Сэп-Зиро. Других, блин, нету, да? Так, он использовал второй спецприём. Ну, конечно же. Конечно же, набор силы сразу заменился. Сразу сработала какая-то непонятная слепа. Вот опять же, я вышел, но он не дал мне ударить. Он сам ударил первый, и опять он ударяет первый. И опять он даёт второй спецприём. Блокирует мне спецприёмы, наносит ослепление и так далее, и тому подобное. Ну да, но мне нужно было сделать сейчас... А, бруталити? Серьёзно, блин? Ну твою мать! Опять бруталити, да? Ну понимаю, да, конечно, блин. Грёбаная бруталити. Опять! Да что ж такое-то? Да ты задолбал уже Сэп-Зиро! Просто, блин, грёбаная хрень. Он просто меня забруталил два раза подряд! Это бесит! О, боже мой, как же у меня горит с этого боя. Почему этого грёбаного терминатора всегда право первого удара? Я ничего с этим поделать не могу. У него ещё и пробой блока, блин, со спецприёма 2. Я даже заблокировать эту атаку не могу. Как же у меня горит с этого боя. Это самый мерзкий бой с Сэр. Почему терминатора всегда право первого удара? Я не понимаю. Вот именно у защитника единственный перс в игре сломанный в хламину, который, блин, просто атакует тебя первее, вне зависимости от того, блин, кто ты. Ой, то есть что ты делаешь? Стоишь ты, блин, сменяешься ты. Встаёт он, не встаёт. У тебя есть спецприём? Нет, он любую атаку, блин, первее наносит. Первее перебивает любой удар. Какого чёрта? Какой же это бесячий персонаж? Я это ещё раньше заметил, когда в предыдущий раз он был боссом. Но, типа, в этом бою он прям капец как выбешивает со своей вот этой шнягой. Да неужели, блин? Блин, и я, конечно... Вот смотрите, сейчас я попытаюсь его ударить первым. Но нет, смотрите, в этот раз почему-то он не стал использовать второй спецприём. Удивительно даже, да? И мне нельзя его бить крэшингами, иначе я промажу. Блин, чуть-чуть мне не хватило на этот. Я не могу меняться, опять же, по понятным причинам, потому что... О, боже мой, какой же ад. И там ещё рентген у терминатора есть. Я, кстати, не помню, что делает рентген. Ну, конечно, но тут хотя бы не бруталити, хоть что-то радует. Ну да, рентген пошёл, соответственно. Да-да-да. Ослепление сразу настэкал на меня. Пошёл второй спецприём от Сабзира. У меня хотя бы костяной щит срабатывает. Но у меня набор силы замедлился. И бруталити провёл Сабзирыч. Да, опять заморозка, заморозка. Каждый удар, блин, заморозка. О, сопротивление сработало. Надо его привязать, чтобы он не сменился. Ну, конечно, конечно же, у тебя есть первый спецприём. Ну, как же без этого? Пять троев слито. Пять троев! Ну, твою мать, игра! Это просто жопа какая-то, реально. Я не понимаю. Тупо пять троев слить на 160-й бой, ещё и не победить. То есть, это офигеть можно. Какие же бесячие боссы. Это просто дичь. Если я сейчас за этот троев не завалю, то я не знаю, что я буду делать. Ну, какие же мерзкие у них атаки. Ещё, блин, и здоровья критически не хватает. Они меня выносят любым своим спецприёмом практически. Ну, вторым, в смысле. Можно мне сейчас набор силы на Скорпионе, чтобы я сразу за ваншот у Саб-Зирыча хотя бы. А ещё мне показалось, или там терминатор отхилился. Не знаю. Конечно, можно было переставить персонажей, переставить снаряжение, но я, наверное, не буду этим пока заниматься. То есть, возможно, стоило поставить на Скорпиона. Опять, конечно, набора силы на Скорпионе у нас нифига нет. Тут папа на выходные, который не даёт мне наносить нормальный дэмэдж. Пробой блока не работает, как всегда. Ну, конечно, Джейд Саб-Зиро, Джейд Саб-Зиро. Когда так нужен набор силы на Скорпионе, у меня набор силы идёт на Джейд и на Саб-Зиро. Ну, хотя бы терминатор я вынес, хорошо. В принципе, есть все шансы его победить. Главное, чтобы он не начал спамить спецприёмами. Откуда у него второй спецприём взялся? Он же только что использовал первый. Он начнёт сейчас спамить бесконечно своими комбинациями спецприёмами. Ведь я абсолютно ничего не могу сделать. Он бесконечно спамит атаками. И меняться нельзя, потому что иначе заморозка прокнет. Ну, конечно, конечно. Да боже, ты задолбал! Просто бесконечные первые спецприёмы. Я даже за эту траину, возможно, не пройду, босса. И у меня постоянно вот эта морозилка у него срабатывает с каждого, блин, спецприёма. И он второй, первый, второй, первый, второй, первый просто спамит бесконечно спецприёмами. Я ничего не могу сделать. Откуда у него столько силы? Объясните мне, пожалуйста. Ну, конечно, сопротивление морозилки, может, и сработало, но не сопротивление этому. Ну, вот смотрите, я ничего не могу сделать. Он просто спамит бесконечно своими спецприёмами. Господи, какой же ты кусок говна, а? Боже мой, как меня бесит этот перс. Просто всё, что я делал в заморозке. Всё, блин, время. И никакие щиты не помогают, блин. Блин, постоянная морозилка, постоянная заморозка. Не ударить, ничего не сделать. Господи, этот Саб-Зиру, блин. Это, это сколько уже, получается, траев у нас ушло? Я что-то даже не считал особо. Это, по-моему, седьмая попытка идёт у нас. Семь траев на 160-й бой! Это такая жопа! И не факт, что я сейчас пройду его. Один раз за семь траев один раз работало в начале боя накопление силы на Скорпионе. Один раз, блин, твою мать! Почему ещё так с рандомом-то не прёт? Хоть бы раз дали, блин, в начале боя дать спецприём за Скорпиона. Нет, блин! Надо постоянно набрать силы на Джейд и на Саб-Зиру. А потом менять. Джейд, Саб-Зиру, Джейд, Саб-Зиру, Джейд, Саб-Зиру. И на Скорпион вообще насрать, да? Суки. Ну, конечно, конечно, опять не будет пробивания блока, как мы знаем. Но хотя бы сейчас набор силы идёт на Саб-Зиру, и мы здесь выиграем. Главное сейчас только крэшинг на него наложить, чтобы... Наконец-то, господи, первой крэшинге у меня удалось сделать, блин. Ещё и на крэшинге почему-то я не попадал никак. Всё, давай, до свидания. Висячий кусок говна! Господи, какой же это бесячий бой, это просто капец. Просто выбесил меня до белого коленя. Ну и, конечно, мне падает одна из самых мной нелюбимых редких карточек. Лучше бы выпал хлыст, ну или хотя бы папа на выходные. Но падает карточка на броню, которая, по сути, мне не так сильно нужна. Хотя, возможно, в будущем я на Скорпиона её поставлю, чтобы танковать посильнее. Потому что очень быстро он отлетает со своими 400 с небольшим ка-здоровья. Так, идём дальше. Ослабление, Ронин Кенши, классический Рейден, Ронин Токеда. Ну, надеюсь, хотя бы я не солью Траев на промежуточных боях. О, боже мой, ну этот 160-й бой, это, конечно, да. Просто погодная война, это такая дичь, на самом деле. Просто бесконечные постоянные заморозки и морозилки. Это невозможно, блин, терпеть. Так, спецприем 1, уменьшенный урон, окей. Неприятно, конечно, но ничего не поделаешь. Тут, по крайней мере, отряд без фулл снаряжения, поэтому... Ещё и пробой блока не срабатывал на боссах, на тех. Ну, у меня, кстати, на втором спецприеме не уменьшенный урон, поэтому можно просто дать второй и забить противника, как свиньё. Ой, боже мой. Да, шансунг, окей. Как же у меня сгорела задница от этого боя, конечно. Угнетение? Ну, там, по-моему, МК-11 Скарлетта, не Ассасин. Возможно, Скорпиона просто стоило поставить сопротивление негативным эффектам, то есть вот это и Данийское силовое поле. Чтобы его хотя бы не замораживали так часто. Может быть, это хоть как-то бы помогло, но я чё-то сомневаюсь. Потому что Джейд, к примеру, это силовое поле нифига не помогало. Он всё равно её замораживал, он всё равно её... На неё накладывал морозилки, и она ничего не могла сделать. Так, ну, Джейд будем бить базовыми атаками. В принципе, вроде бы у них накопления силы повышенного нету, и я, в принципе, должен её вынести. Тем более, сейчас перестало идти снаряжение Папа на выходные на персонажах противника. Ну, спасибо за пробу блока хотя бы. Давайте мы сразу нанесём увечья и добьём. Так, идём дальше. 4.800, окей. И, казалось бы, просто достаточно было бы повезти с набора силы на Скорпионе, блин, в начале матча, но нет. Сглаз, окей. Я просто до сих пор не могу оправиться от этого 160-го боя, какой же он всё-таки неприятный. Ну, разработчики, конечно, гении. Ставить погодную войну и ставить на боссов, это... Точнее, модификатор, да, как его, один за всех. То есть, по сути, тебе надо меняться, чтобы за других персов носить урон, но ты не можешь меняться, потому что иначе тебе сработает морозилка. И плюс у Сабзиру какое-то бешеное накопление силы. Видели, как он спамил спецприёмами? Он давал первый, потом сразу второй. Это какое у него должно быть накопление силы, чтобы ему хватало и на первый, и на второй потом сразу спецприёмы. Это жесть какая-то. Так, ну первый спецприём можно, а как бы он не откилит 100% противника. А вот дальше уже желательно, конечно, не использовать спецприёмы. Ну, хотя давайте рискнём. Да. 20% шанс на откил это ещё не так много. Давайте я ещё раз рискну. Ну, вот смотрите, что бывает, если вы попадаете на противника со сглазом. То есть, вы просто отлечиваете его на фулл хп, вместо того, чтобы нанести урон. Ну, ладно, я здесь его, в принципе, базовой атакой добью. Я просто на всякий случай дал по нему крэшинг, чтобы запретить спецприёмы. Он уже точно ничего не мог сделать. А там я его, в принципе, добиваю. О, боже, как же горит жопа. У меня всё ещё горит жопа с того боя. Ну, да, конечно, в ярости, Рейден, Рейн и МК-1 Синдал. Вот здесь можно даже слить трай, на самом деле. Очень жёсткий модификатор и очень жёсткая команда с фулл снаряжением. Но почему они в ярости ставят постоянно в комбинации с фулл снаряжением? Вот это вот я замечаю, кстати, на протяжении этой башни. Модификатор в ярости на самых мерзких боях. На самых мерзких. Мы здесь реально можем сейчас тупо слить трай. Но я надеюсь, что мы всё-таки пройдём с первой попытки. Тут хотя бы двух персов. Не дать им использовать эти спецприёмы. Вынести по-быстрому Рейдена и вынести по-быстрому этого... Не Синду, а второго перса. Какой... Забыл, кто там у нас. Рейн МК-11 вспомнил. Ну а если Рейн использует хотя бы первый спецприём, он уложит на меня свой негативный эффект и ничего в нём сделать не смогу. Они начнут меня спамить спецприёмами и я начну страдать. 900к здоровья. Здравствуйте, как говорится, да? Ещё, блин, истощение силы работает постоянно. Ну, конечно. Эх, не повезло мне с этим. Я думал, сейчас я закамблю его и дарю ему... Капец, 900к здоровья у каждого, вы понимаете? У каждого по 900к. Это жопа какая-то. И он сейчас просто будет спамить своими первыми спецприёмами бесконечно. Ладно, они хотя бы не так сильно дамажат и частично лечат меня. Хоть что-то в этом плане есть хорошее. Да, блин, у неё рентген. Она меня сейчас просто заваншотит, моего перса, да. Я ничего с кем сделать не смогу. О, есть ещё шанс. У меня есть два вторых спецприёма на Джейде и на Сабзирыче. На меня в честь чего-то наложился пробой щита. Непонятно, в честь чего. Блин, ещё и глушение вот с этой её способности. Давайте мы по Рейну дадим второй спецприём. Может быть, что-то поможет как-то, я не знаю. Надо было, конечно, подождать и не сразу давать второй. Ну ладно. О, отлично, Сабзирыче второй появился. Это замечательно. Мы сможем сейчас попытаться Синду сразу убить. Блин, опять у меня крэшинг не получилось сделать. Отстой. Только живи, подруга. Только живи. Так, пошёл этот. Придётся давать сейчас... А-а-а! У него право первого удара. Понимаю. Блин, как же мне повезло сейчас с Бессмертием, на самом деле. Офигеть, там ещё и Синдал как-то поддержку оказывает какую-то. Давайте я дам здесь второй за Джейд, чтобы сразу уже избавиться от Рейна 100%. Я надеюсь, что я пройду всё-таки этот бой. Так, на тебе. И сейчас сразу первый дам. Да, и добиваю её. Окей. Вроде бы справился. Было сложно, но я справился. Окей. Повезло, что Скорпион не ваншотнулся с атаки противника. Если бы Скорпион отлетел, было бы сложнее, конечно. Но хотя бы вот этот вот модификатор ярости можно обходить, если у тебя нормальный набор силы на персонажах. То есть, быстрое накопление идёт, и можно просто меняться и давать спецприёмы. Так, здесь у нас Бруталити и три Перса. Окей. Опять же, с фулл снаряжением. Но вроде бы не так страшно. Тут только Бруталити у Уэрена. Подождите, а у Уэрена вообще есть Бруталити в игре? По-моему, есть, да. Его недавно добавили, по-моему, в предыдущей башне. Но у Джокера нету Бруталити, поэтому Джокера можно, в принципе, будет вынести достаточно просто. Ну, вы просто понимаете, да? Уже плюс 160-ые бои у противников по миллиону здоровья у каждого. Это уже как битва с боссами. В промежуточных боях. Ну, блин, надеюсь, мне повезёт. Поехали. Чистая Бруталити. Но это меня, опять же, не особо пугает. Бруталити – это такое себе ограничение, не особо опасное. Главное только не попадать под завершающие комбоудары противников. А-а-а! Тут у нас Терминатор. Вот кто у нас здесь ещё. Ну, конечно. Ну, конечно, конечно. Ещё и сработает у него особый добивающий комбоудар. Почему бы нет? У меня не сработает пробой блока. По непонятным мне причинам. Почему на Терминаторе никогда не работает пробой блока? Это жесть какая-то. Опять не срабатывает пробой блока. Почему с пробой блока не срабатывает вообще? Наконец-то, господи. Блин, это увечья дурацкая бесит меня. Да, я сменюсь на всякий случай. Здесь главное, опять же, крэшинг не давать. Да, блин, я дал крэшинг. Ну, твою мать! Случайно получилось абсолютно. Так, заморозка. Давайте снова заменимся. А-а-а! Ты ещё и ворачиваешься! Понимаю, братан, понимаю. Эй! Это что такое было? Объясните мне. А почему не прошёл вообще никакой удар? Я не могу меняться! Меня привязывает! Чё за хрень? Так, подождите-ка. Ну ладно, хотя бы ты в этот раз не увернулся. Но я не могу смениться по непонятным мне причинам. У меня запрет замены почему-то. Я не знаю, кстати, почему. Господи, может быть хоть раз сработает у меня это? Как он называется-то? Так, крэшинг не надо, чтобы сработал. Сделаю поменьше урона, но сделаю, чтобы точно крэшинга не было. Этот терминатор постоянно спасает этого грёбаного Эрона. Ну, конечно, конечно, рентген плюс говно. Так, ладно, хотя бы от Эрона я избавился. Не, нифига. Какая заморозка в чеч... А, ну это я умер просто, я понял. О, да неужели пробой блока сработал? Хотя бы раз. Так, дам первый, но без крэшинга, опять же. Да, я его не добью из-за папы на выходные, но потом базовой атакой его забью. Это жёсткий бой на самом деле был. Вот почему боссы постоянно проводили на мне бруталити, здесь ни разу не сработало это бруталити. Ой. Как же тяжело всё идёт. Ну ладно, у нас 4 боя осталось, вроде бы 4 лайтовых боя. Надо было джейд, наверное, поставить на первый слот, ну ладно уж. Ранение, оно, по-моему, отключает один от спецприёмов, если я не ошибаюсь. Надо было, знаете, чё сделать? Надо было поставить на 160-й бой папу на выходные. На одного из персов, чтобы у него при смене была защита. Тогда бы я смог овейдить некоторое количество урона при смене. Ну да, типа неприятно, но не смертельно. Странно, конечно, что он сразу решил первый спецприём заюзать. Я думал, он подождёт, накопит на второй, но нет. Давайте я дам второй, потому что первый всё равно по условиям боя запрещён к использованию у меня. Так, ну и остаётся шансунг. У меня, как обычно, нету спецприёмов, но мне привязка стоит с люка на... Капец она долго, кстати, действует. Но оставшиеся бои вроде бы должны быть достаточно простыми. Пока в промежутках мы с вами ни одного трая не потратили, но потратили трая на боссов. 7 штук на 160-й бой. Это дофигища. Это очень много. Так, поехали дальше. Токсичная бомба. Токсичная бомба. Но сейчас мы идём на финальные бои башни, поэтому сейчас мы будем гореть в 100 раз сильнее, чем обычно. Я даже не представляю, что там на 180-м бою нас ждёт, потому что если я на 160-й 7 траев потратил, сколько, блин, я траев потрачу на 180-й бой. И уж тем более на 200-й. Ладно, поехали. Напротив нас, Эрон. Ну, Эрон, это не страшно. Благо радует, что хотя бы перестали идти папа на выходные на промежуточных боях на противниках. Так, ну здесь можно использовать спецприёмы, потому что против Джейсона я всё равно их не смогу, их юзать. Ну, могу, но это большой риск на то, что он увернётся. Поэтому я не буду их юзать. Просто буду забивать противников базовыми атаками. Возможно, кстати, стоило взять ещё билет-обманку на Скорпиона поставить перед 160-м боем. Ну, блин, я сейчас говорю, я уже его прошёл, уже всрал кучу попыток и говорю сейчас о том, что надо было сделать то, надо было сделать это, но, типа, уже это напрасные, как сказать, рассуждения. Возможно, стоит подумать над тем, чтобы изменить сборку на 180-м бою. Ну, посмотрим, кто там будет, посмотрим, как вообще будет идти бои сами по себе. Мне просто очень нравится вот снаряжение зелёного, вот это, что у меня повышенный урон с базовых атак. А я противников в основном выношу как раз-таки... Большую часть здоровья я им выношу с базовых атак. Спецприёмы — это, скорее, дополнение такое неприятное к урону. Но по большей-то части дэмэдж идёт с базовых атак. Поехали. Ну, конечно, правый блок не срабатывает. Нифига себе у него урон от базовой атаки. Просто... А, и тут ещё это действует, модификатор на постоянный урон. Блин, офигеть, сколько дэмэджа они по мне внесли. Больно, у меня уже нет здоровья, я только второго перса добиваю. Ну, ладно, хотя бы у меня здесь право первого удара против каждого противника. Я, в принципе, и побеждаю. Но тупо мне выжрало вот это вот... Модификатор выжрал мне абсолютно всё здоровье. Всем персам. Так, у нас вроде бы... Либо это был последний бой, либо следующий будет. Последний душ насыпали немножко. Окей. Так, ну чё, финалочка получается? Либо это была финалочка. Я чё-то особо не следил за тем, сколько у меня Трайф оставалось. Нет, вот это финалочка, восстановление, фулл хп, фулл отряд МК-11. Окей. Хилищиеся ещё при том. Ну, ладно, поехали. Это наша финальная битва на сегодняшнее утро. Команда, в принципе, выглядит жёсткой, но я не вижу в ней какого-то, знаете... Ну, чего-то прям непреодолимого. То есть, да, восстановление здоровья, все дела, но... Персонажи противника не такие прям супер-мега-жёсткие. То есть, я не особо пугаюсь Саб-Зиро, не особо пугаюсь этого чувака. Главное, метку смерти, конечно, ложить. Сейчас, блин, зря я стал сразу атаковать. Я буду спамить спецприёмами, чтобы поскорее вынести противников, потому что у них по 900к здоровья. Вот ещё одна метка смерти срабатывает. Замечательно. Сейчас, по сути, можем сразу вынести ночного волка. Блин, придётся заморозку получить. Но не заморозку, а морозилку. Потому что надо внесить урон по первому спецприёму. Блин, я почти его добил, но не добил. Да, отлично, я с ним справился под конец, это уже неплохо. Давайте я сменюсь всё-таки здесь, надо истощить Скорпиона. Отлично. Пока отлично всё идёт, замечательно в этом плане. Сейчас, по сути, надо бы на Джейд меняться, но я не буду меняться на Джейд, я буду меняться на Скорпиона, потому что на противнике ослепления мне нужно вносить как-то много урона по нему и добивать его. Всё, изи-бризи. Ну, как я и говорил, вроде бы выглядит, да, что фулл снаряжение, модификатор не очень приятный, но сам по себе бой достаточно простенький. Потому что противники не особо жёсткие. Вот если бы там была какая-нибудь Синдл, какая-нибудь, я не знаю, там, Рейн МК-11, опять же, вот эти вот самые мерзкие персонажи, тот же Терминатор-Защитник, Бруталити было бы на них, да, тогда было бы, конечно, в этом плане более сложно. Но мы справились. Следующий будет Брутально, с Джонни Кейджем, Терминатором Тёмной Судьбы, ударной группы Скорпиона. Но, опять же, не выглядит особо сложно, модификатор не особо жёсткий, тем более, это Терминатор-Защитник, а Тёмной Судьбы с ним будет чуть попроще. Главное только не дать им всем воскресать, то есть метки смерти вешать. На этом мы будем уже проходить в следующий раз, на этом пока буду заканчивать. Вам огромное спасибо за просмотр, а с вами, как всегда, был Ник. Удачи, до скорых встреч, мы ещё обязательно увидимся. На этом пока что всё, и пока-пока!